Здравствуйте, дорогие друзья! Человек создан с огромными возможностями, невероятными возможностями влияния на этот мир. Например, когда тень на земле немножко передвигается, это соответствует наверху передвижению Солнца на огромное расстояние. Так и то, что малейшая святость, которую человек привносит на земле, она в божественных мирах наверху увеличивается неизмеримо по сравнению с усилием человека. Поэтому можно сказать, что человек создан невероятно сильным. Мир создан на 6000 лет. В таком виде, как мы его знаем. Что успеем, то успеем. Нет, все доделают до нас. Точнее, после нас. А с нами, без нас вообще, это второй вопрос. Главное, что Машех, вот он перед нами. Как бы определяем, перед пришествием Машеха сказал Балшентер, в мире наступит великое изобилие. Люди по сравнению со всеми временами станут богаче, они будут жить намного зажиточнее. Раньше одна ваза или один шкаф являлись семейной реликвией, сегодня это не так. Люди привыкают украшать свои дома роскошными вещами и не смогут довольствоваться малым. Нет, хлеб будет, но затем наступят тяжелые времена. Нужда и бедность, мир поскуднеет. Люди, потребности которых возрастут, не смогут этим удовлетворяться. И так начнутся страдания перед приходом Машеха. Это сказал Балшентов много-много лет назад. Мы своими действиями загрязняем этот мир. Мы делаем его неспособным порождать и поддерживать добро. Вот кто видел, бедуины, они убирают в нечистотах, там проходишь мимо, они дикий запах, они кушают, сидят. Почему? Они уже не слышат этого, они там привыкли. Так же человек, кто в духовном плане привык жить в нечистых системах. Надо менять это все, надо окружение менять, надо менять мерки добра и зла, надо приближаться к Богу. Бог не навязывает себя человеку, он только там, где его впустили. То есть Бог ждет, чтобы ты его впустил, человек. Сначала неплохо разобраться, правда, с тем, что представляет собой этот самый Бог. Очень часто бывает, что Бог, в Которого верят, его и нет. Дедушка на облаке, который за хорошее поведение дает пряник, а за плохое бьет дубинкой по голове, это даже не упрощенное видение Бога, это породия. Поэтому надо меняться, а что меняется? Главное порождает, что изменение мышления, это, кстати, не учеба. Хотя нет, неправду говорю, учеба, но учеба это не только она. Надо еще и благотворительность, помощь людям. Если ты что-то зарабатываешь, миллион или один доллар, 10% не твои, да? И особенно, если люди зажиточные сегодня начинают там учиться, и вместо того, чтобы помогать деньгами, это не так. Если бы Бог хотел, чтобы ты только учился, да? Он бы не давал тебе деньги. Нам да не какие-то возможности, они требуют применения. Даже если ты какая-то десятина совсем небольшая. Один Равин пришел к богачу и попросил у него денег на благотворительность, на Ишиву. Тот сказал, не-не-не, я занимаюсь Торой 24 часа в сутки. Все, пусть те, кто учится, они тоже идут работать и вот, и так далее. Равин ему говорит, смотри, когда была война между Турцией и Россией, министр объезжал города и в каждом собирал на флот. И вот в одном городе, там, кто давал 50 копеек, кто рубль, деньги большие. И вдруг в одном городе встал крестьянин и говорит, даю 100 рублей. Ну все удивились, там, фантастик хлопает, спрашивает, откуда деньги. Вот я вам объясню, я должен 1 рубль. И меня суд приговорил к неделе отсидки в тюрьме. Так вот я 100 недель отсижу за то, чтобы внесли свой вклад в победу. Вот ты ведешь себя, сказал Равин, как этот глупый крестьянин. Он так же помог своим отцитым в тюрьме флоту, как ты собираешься помочь людям. Если у тебя есть какие-то доходы, 10% ты должен отдавать. Перед нами шаббат, слава богу, очередной шаббат. Шаббат это уникальный день. У меня, вы знаете, немножко свой подход. У меня к шаббату очень так отношусь хорошо и весело. Иногда бывает шаббат и скучно, это невозможно. Знаете, однажды одна группа хасидов оказалась в городе Родин. Их пригласил на шаббат Хафетсхайм, знаменитый еврейский мудрец. И они удивились, что хозяин не начал с традиционных куплетов. Там, мир вам ангелы-служители. А сразу налил вино, разлил и начали кедуш делать и кушать, пить. После того, как покушали все, гости спрашивают рыбе, что вот так вот, сначала не пьешь. Он говорит, я вам объясню. Вы только что прибыли в наш город, накануне шаббата. И у меня сложилось впечатление, что вы немножко проголодались, устали. Поэтому я решил сначала, чтобы вы покушали. А то, что ангелы, сопровождающие нас в этот месяц, не очень голодные, это я точно знаю. Их желудок точно может подождать, а ангелы не едят. Поэтому, о чем в этой шутке говорится? О том, что надо всегда, чтобы радость приходить. Шаббат не должен быть каким-то приговором. Если ты не улыбаешься, в шаббат все, шаббат не годится. Если шаббат тебя не радует, все, надо что-то менять. Поэтому хорошего шаббата. Шаббат должен быть хороший для всех, а не только для тебя. Вообще все так должно быть. Шаббат шалом, чтобы этот был хороший шаббат для всех. Мирный, добрый. Шаббат шалом.